Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на YouTube-канале Таксистские войны. Ну что, недельку я отдыхал, делал свои домашние дела, и пришло время опять хорошо поработать и позаписывать видосы. Было много интересных новостей за эту неделю. Сегодня пишем смену и обсуждаем эти новости. Мне уже пришел первый заказ из своей деревухи, я помчу в Москву, и там включаем К+, и работаем по К+. Сейчас какой заказ пришел уже, я не знаю, наверное, эконом. И вот этот первый заказ с Пермамайской 128 до Москва-Симуанская-Нацидь. Точка стоит прямо на дороге. Вот это, я на этом месте стою. И, скорее всего, это эконом, потому что сразу же видно почек экономиста, только они так могут поставить точки. Скажу вот серьезно, не бывает никогда никаких проблем, в принципе, с К+, вот не бывает. С комфортом бывает периодически, но с экономом почему-то всегда такая херь, в большинстве случаев. Итак, 14 километров, 38 минут, 918 рублей, это был комфорт, оказывается. И мне прилетел следующий заказ в лед, я забыл у тислинии, но это уже будет К+. Заказ будет в центре Москвы, с Севастьяном, на Ямскую и Тверскую. Друзья, и не забывайте, нужно в страховой свой автомобиль в надежных компаниях, через надежных людей, особенно в такси, когда делаете. Поэтому рекомендую, под описанием к ролику номер телефона мой или почты, пишите, сделаем ОСАГО, без приезда в страховую, по нормальным ценам, которые вас устроят, и без всяких проблем. Одел я зимнюю курточку новенькую, потому что все-таки на улице уже минус 5-7 по утрам, из машины все равно периодически выходишь, в осенней курточке холодновато. Чем плохо зимние курточки в машине, конечно, ну, они более объемные. Но ничего, жаркостей не ломит. Итак, второй заказ, 53 минуты ехали, 20 километров, 1330. Здравствуйте, вам надо тариф детский заказать. Вам тариф детский надо заказать. Я не вожу детей. Я не привезу маленького ребенка. Нет, я не привезу вас. Себе, что ты хлопаешь в дверь вот эта? Сама иди нахуй, дура, сейчас, блядь, в Ютьюбе окажешься, блядь. Сейчас многие скажут, вот, не повез ребенка, там, с матерью, и эта, люлька. Во-первых, есть специальный тариф со своим детским креслом. Я специально отключил детский тариф. На него надо проходить еще и тест дополнительно. Не дай бог что-то случится. Благодаря нашему российскому законодательству, и как у нас вообще в России все происходит, козлом отпущения станет водитель такси. Не дай бог этот младенец пострадает или еще что-то. Сдерут три шкуры. Мне это нахер не нужно, чтобы заработать лишние там 300-400 рублей. Потом будет геморроя на столько больше. Я поэтому и отключил детский тариф. Многие, ну, я там, слышу, зарабатывают на детском тарифе, типа, очень хорошо. Да, может, зарабатываете. Но я лучше заработаю поменьше, скажем. Но со мной будет все в порядке. Пару минут, все рядом. Здравствуйте. Мне сотрудник ГИБДД вроде останавливал. Позвать его? Ну, позовите. Да? Позовите, позовите. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наша полномочия, все. Над бандишниками просто иногда вот угораю. Настолько уже коты обленившиеся. Ну, и ГИБДДшники тоже. ГИБДДшник останавливает. Не подходит, ничего не говорит. Подходит мадишник какого-то хрена. Че ты подходишь? Что у тебя нет ни прав, ни оснований проверять документы. Подошел по итогу гаишник. Но пассажирка, я не стал там со страховкой это, ему ничего доказывать. Пассажирка и так опаздывает. А у них по регламенту, в ГИБДД, в ГИБДДшнем регламенте написано, что он может отдать документы, передать кому-то лишь при условии, что нашел какое-то правонарушение, за которое выписывает штраф другая организация. То есть, если бы он у меня выявил какой-то недочет, и надо выписывать штраф, вот тогда он может передать документы мадишнику. Так не может. Это я у них почитал конкретно в регламенте. Все вот эти еще новые какие-то тарифы, межгород, межсело какое-то, я не знаю, там, хоть как. Это не такси, блядь. Это просто издевательство на такси. Это превращает в ублюдство. Хотите межгород? Есть для этого микроавтобуса, который ездит в межгороду и так далее. И сейчас найдутся люди, кто будет возить этот межгород. И Яндекс потом скажет, ну, его же возят, значит, водители-то все устраивают. А для пассажиров они делают скидки на 30% дешевле, чем от обычного такси за межгород. Вы что, куда вы гоните? Те, кто будут возить, это водители, и вы, извините, вы долбоебы, кто будет это катать. Потом вы удивляетесь, что нами вертят, крутят, как хотят, за рабов считают. Так вы сами прогибаетесь под эту хуйню. Нет коэффициентов в работе, нет. Какого хера я должен зависеть вообще от коэффициентов каких-то? От погоды, а не от погоды. Когда плохая погода, блядь, или когда солнечная погода, что, бензин дешевле стоит? Или продукты дешевеют, когда погода хорошая, и тариф вообще этот, голый, как его называют, голый тариф, который нахер никому не нужен, бомжатский тариф, на котором ничего не заработать. Или мне что, по всей Москве гоняться за этими коэффициентами? Я пока доеду с одного конца Москвы до другого, блядь, полдня пройдет, блядь. Коэффициенты я доеду на север Москвы, с юга, блядь. Коэффициенты с северой продадут, окажутся на юге Москвы. Итак, с Гребозубовой до Новой Басманной. 28 минут, 11 километров, 824 рубля заказ. Неплохо. Выполнен еще один заказ с Машей Порываевой до Тверской бульвар 22. Ехали мы, значит, 4 километра, там, 15 минут, ну, 16. Я подъехал на этот заказ, нажал кнопку на месте, и, блин, еще раз нажал, что уже в пути. Хорошо, пассажиры ничего не заметили. Обычно, иногда такое, когда делаешь, случайно несколько раз приложуха зависает. Некоторые возбуждаются, а что это мы еще не сели, а вы уже поехали. Ну, вот так вот, ждем следующий заказ. Ну, как я предполагал, день, работа в день, именно уже после утра, она становится унылой. Всего 2 600, время уже без 20.12. Бензин у меня на 4 километра осталось. Сейчас я еду на заправку, то есть от 2 600 мы отнимаем полторы тысячи, я буду заправляться. Я там заправляюсь по времени на 30 литров, чтобы сразу на вечер и на следующий день еще хватало. Смысла не вижу меньше заправлять. И там уже подключаем комфорт, потому что день унылый, и надо еще будет перекусить. Ну что, пока заправлялся, пришел заказ с связкой на улицу Знаменку. Это будет 10 километров, 28 минут мы будем ехать. Друзья, а кто катает бизнес-тариф или премиальные тарифы, или хочет начать катать эти премиальные бизнес-тарифы, кто интересуется премиальными тачками, я вам рекомендую. Телеграм-чат Мерин в черном. Там вы все узнаете, что связано с бизнес-тарифами и премиальными тачками. Залетайте, общайтесь. Ссылка на телеграм-чат Мерин в черном в описании к ролику. Итак, выполнен заказ. Доехали до Знаменки за 17 минут, 9 километров. Цена заказа 608. Ждем следующий. Ну вот, минут 7 прошло с того заказа предыдущего. Пришел с Махова улицы на Малотишинский переулок. Это минималочка будет. Но едем, едем. Вариантов нет. Итак, 15 минут в пути, 379 рублей. Ехали 4,5 километра. Проезжал я сейчас под мостом. И с моста упала какая-то ржавчина. Хорошо не пробило ничего, не поцарапало. А буквально позавчера ее с пассажиркой, у нее, короче, бэха, двушка новая, стояла под домом у подъезда. С подъезда упала глыба и пробила у нее люк именно в люк. Не задело железо, ничего. Но люк тоже хер найдешь. А так бы, если бы она еще в машину села, просто бы ее убило бы. Глыбы, гондоны, нихуя не могут нормально, блядь, за мостами следить. Так, пока рассказывал вам про крышу, что упала не за грязь на крышу. Пришел заказ Ходынской на Пресненскую набережную. Тоже будет небольшой заказ, но он хотя бы с каким-то коэффициентиком. Приз с половиной километра, 10 минут, 369 рублей. Насколько меня бесят такие пассажиры, как сейчас был этот. Во-первых, на педика похож, а во-вторых, заказывают к одному месту. Подъезжаем, ой, а давайте еще туда заедем, под шлагбаумом. Я говорю, так ты сразу точку поставь, чтобы туда я ехал. А не тормозился, не жался в правом ряду, чтобы тебя высадить где-то указал изначально. Ну, только я его высадил и пришел с Москвы-Сити на Рочерскую, обратно в Москву-Сити. Не хотел брать, это, конечно, минималка, пару километров туда-обратно. Но если будет 400 рублей за такой километраж, это будет нормально совершенно получить. Итак, этот заказ 25 минут, ну, это там с ожиданием было, 6 километров, 632 рубля. И следующий заказ сразу же пришел в догонку, я не уходил с линии. Башня Федерация, добереговой проезд, недалеко ехать. И оттуда едем на обед и кое-какие свои дела делаем. Итак, друзья, мой обед затянулся с пол третьего где-то до пяти. Вот сейчас 5 часов, я доехал даже до дома, сделал кое-какие дела, очень хорошо пообедал. И взял из своей деревни до метро Домодельской заказ за 600 рублей. Ну, это, наверное, эконом. Сейчас девушка пошла менять деньги, потому что заказ за наличку. И работаем дальше, работаем сколько можем, ну, часов до 9, до 8. И главное нам заработать тысяч 7 чистыми. Итак, от метро Домодельской до Льва Толстого. 20 километров 56 минут, 1560 рублей. Хороший результат. Ехали почти час. Вот опять эти кэфы, да? Все вокруг фиолетовое, где я. Ни хрена фиолетовое кэфов нет. Сейчас я буду двигаться к фиолетовой зоне, а она от меня все будет дальше и дальше уходить. Итак, 12 километров ехали с центра Москвы до Ходынского бульвара 4. За 35 минут доехали. Цена 914 рублей в копилочку. С авиапарка до метро Серхпаховская должны были ехать 25 минут, 24 ехали 28. 12 километров. 841 рубль в копилку. Друзья, время 20.30. 12 часов, как я вышел на линию. Сейчас я выселил заказы по пути домой и прилетел заказ. С Селедневской улицы на Черноморский бульвар. Это как раз к моему дому. Почти, ровно по пути. Как подъеду к дому, подводим итоги. Погнали на заказ. Ну что, 33 минуты, 18 километров, 878 рублей по пути домой заработали. До дома совсем чуть-чуть. Дорогие друзья, наконец-то я дома. Время 21.40. Вышел я на линию в 8 часов 30 минут. Из этого времени 2,5 часа, даже больше, я потратил на себя. Выполнил я 17 заказов. Из них 2 комфорт, 1 эконом. Все остальное К+. Общая сумма 9 тысяч, там без 20 рублей. Отнимаем полторашечку на бензин, остается 7500. В принципе, я и на это рассчитывал, работу не напрягаясь. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи и не болейте. А у кого есть интересная история о такси, присылайте на почту, она указана под описанием к ролику. Все, всем пока.